Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем курс Гешер. Сегодня мы поговорим о ментальной составляющей, о наших мыслях и можем ли мы ими управлять. Хочется сказать, конечно же, то, что святой Бааль Шемтов, первый хасид, можно сказать, он говорил такую вещь, что там, где человек думает, там он и находится. И вопрос такой, можем ли мы выбирать, что мы думаем. Ответ однозначный, да. И, возможно, это не совсем интуитивно, но это одна из единственных вещей, которые мы можем выбирать. Конечно, это надо научиться. Но мы можем, во-первых, мы это не наши мысли. И, во-вторых, мы можем выбирать, что мы думаем и чем мы наполняем свой как бы ментальный мир. И, конечно же, если человек находится в таком состоянии, в котором у него негативная полоса в голове идет, конечно же, тем, что мы исправим наполнение, то есть эти мысли, конечно же, и физическая реальность его изменится. Но это однозначная история. Я не думаю, что нужно за счет этого углубляться. Но если да, то напишите где-нибудь в комментариях. И вопрос такой, правдивы ли наши мысли. Допустим, человек думает, что в каком-то, не знаю, кто-то, кому-то он не нравится или так далее. Или можно сказать, как говорят в народе, если человек параноидальный, говорит ли это, что о нем, за ним не гонятся. Возможно, за ним, правда, гонятся. Но речь идет о том, вот у нас есть какая-то интуиция или какая-то мысль, правильно ли ее думать. И, конечно же, если человек, с одной стороны, есть место какой-то интуиции, то есть, если человек берется за какое-то дело, и первая у него интуиция какая-то, ну, возможно, нужно к этому какое-то обратить внимание. Но, с другой стороны, если человек переменит свое отношение к ситуации, возможно, и это я точно могу говорить на своем примере, Ситуация вся изменится. И также отношение к человеку изменится тоже. Еще раз тот же самый вопрос. Правильны ли мысли? И тут, я думаю, что нужно на этот же вопрос, то есть, правильны ли мысли, которые мы мысли, отнестись к этому вопросу с другой стороны. То есть, возможно, мысли будут правильные и правдивые, но их совершенно неправильно думать. Приведем пример. Человек открывает какие-то новости или хочет посмотреть какую-то информацию в интернете. И есть совершенно разная информация. Есть, с одной стороны, радость, с одной стороны, рождение, какие-то позитивные эмоции, открытие, наука, здоровье и так далее. И, с другой стороны, там же, в этом же интернете есть негативные какие-то новости, которые... Вопрос не о том, есть ли они или нет, но вопрос, что умно выбирать, что не закрыть себя от той информации. Но если у нас есть какие-то там рамки и нашего мыслительного процесса, и как метафора тех новостей, которые мы смотрим, чем мы себя наполняем? Мы наполняем себя информацией, которая нас поднимает, или сознательно наполняем себя информацией, которая нас как бы уводит вниз, скажем так. И тут, конечно же, есть прямое отношение к тем мыслям, которые мы думаем. То есть, тут мы дали какой-то пример той информации, которую мы себе впускаем, но также мы можем поменять отношение к ситуации, которая происходит. То есть, на что мы обращаем внимание? Конечно же, если у нас сила и выбор дать больше места какой-то информации, каким-то мыслям, которые будут нас строить, а не разрушать, то есть, как видно, стоит над этим как минимум задуматься, а во-вторых, что-то с этим сделать, какие-то принять решения насчет этого. Как мы говорим, ну, вопрос дальше, как это делать? И все мы знаем, это народное изречение, то, что все у нас в голове происходит, и это так, то есть, весь мир наш, эмоциональный мир, мир мысли, мир наших знаний, все происходит в голове. То есть, есть какая-то объективная реальность, которая существует, но как мы к ней относимся, тут есть, конечно же, у нас выбор. Какой смысл в это вносить? Можно рассказать такую смешную историю, или поучительную, можно сказать, когда человек приходит к врачу, говорит ему, врач его спрашивает, ну, а что вам болит? Он говорит, вот тут вот трогаю, болит, тут трогаю, болит, тут трогаю, болит. Врач ему говорит, слушай, у вас ничего не болит, у вас палец сломан. И тут иногда у нас также получается с нашим органом внимания, скажем так, что иногда на то, что мы обращаем внимание, все там болит, но это не дело в реальности, а дело в том, чем мы, метафорически говоря, трогаем эту реальность, той мыслью, с которой мы подходим к ней. И, возможно, если мы чуть-чуть дадим отдыху этому, в кавычках, сломанному пальцу, во-первых, он может зажить, во-вторых, мы увидим то, что реальность не такая плохая, а наоборот, что реальность может быть хорошей. Также, я думаю, стоит задуматься над выбором и понять то, что человек не является жертвой тех обстоятельств, в которых он находится. И это долгая цепочка выбора правильного или неправильного жизни и смерти, которые всегда, и это очень иногда тяжелое истинно понятие, находятся в руках человека. Иногда у нас нету достаточно способностей с этим справиться, но всегда она находится в руках человека. Как эту реальность воспринимать, как на нее реагировать. И иногда, как люди, мы делаем неправильные выборы. Но эти выборы находятся всегда у нас. И я думаю, что стоит понять. И если вы посмотрите, кстати, профессиональную литературу и углубитесь в нее, чтобы читать «Человек, ищущий смысл Виктора Фрэнкеля», то есть даже в самых тяжелых местах. Эта книга говорит о враче, который попал в концентрационный лагерь. Вы можете почитать. И там он нашел, ну вот как бы, смысл. И это дало ему силы не только выжить, а даже хорошо себя чувствовать в самых жутких, конечно, человеческих ситуациях. То есть это такой пример очень-очень крайней ситуации, когда человек понял то, что у него есть выбор, то, что есть какой-то импульс с мира в нас, и какой-то у нас или эмоциональное, и эмоциональное, и мыслительное процесс, который на него реагирует. И между вот этими вот, между что к нам приходит и что от нас исходит, есть промежуток выбора. Вопрос, как этот промежуток выбора, как его прочувствовать и как научиться в нем жить, это мы будем учиться дальше. То есть все связано с правильным взглядом на жизнь. Приведу еще одну историю. Человек, допустим, выходит из какого-то автобуса, зима, находится уже в двери, вот тут у него ступенька, вдруг он чувствует толчок сзади и падает, как говорится, лицом в лужу. Ну, возможно, с самого начала у него поднимаются чувства злости, ненависти и так далее. Но он оборачивается и видит, что сзади стоит какая-то беспомощная старушка, которая, как видно, случайно сама ее столкнули, и она как-то вот сделала так, и, конечно же, в один момент все эти чувства меняются на чувства жалости и так далее. Можем тысячу примеров привести этого, когда наши чувства меняются от внешней информации, которая к нам приходит, которую мы сами можем добавлять. Продолжим с еще одним примером. Как ты к какому-то раввину какой-то раввин разговаривал с человеком, который вел очень вольный образ жизни, скажем так, и этот раввин ему говорит, слушай, я думаю, что лучше всего быть скотиной, каким-нибудь бычком, который пасется, у него нет никакой ответственности, не надо платить там за квартиру, не надо понимать себя, как вести, и он начинает как бы говорить, как отлично быть скотиной или быком, как говорится, бээма на иврите, как это отлично, не надо гладить одежду, не надо вообще понимать, с кем жить, на ком жениться, вообще это супер. И этот человек молодой думает, говорит, вообще отлично, как правда животные живут, у них нету таких законов, они ходят по полю, есть трава, сколько хочешь и вообще живут, свое наслаждение. Тогда, говорит этот человек, раввину, говорит, слушай, вообще это правильная идея, может быть мне, может быть это неплохо быть скотиной, и этот раввина ему говорит, ты уже скотина. Вот, то есть, что это такое? Ну, кстати, нужно сказать, то, что Давид Амеллах, он написал в Таилим, по-моему, вот, Таилим Айн Гиммель, то есть, 73, по суке Афбет, он написал БМО Таити Имаф, то есть, я с тобой, Всевышний, был как скот. Тут Раши пишет, то, что он был, то есть, он имел в виду, то, что он был в самых, даже низких своих, как бы, проявлениях человеческих, он все равно видел Всевышнего. И есть еще разные вот отношения, то есть, у скота, конечно же, есть позитивные какие-то качества. Он такой, какой он есть, вот этот бык, корова и так далее. Но вопрос, что отделяет человека от скотины? Конечно же, одна из вещей, это наша возможность думать. То есть, у скотины тоже есть какой-то мыслительный процесс, но у нас есть возможность выбирать, как мы относимся и как мы думаем, а не работаем только по инстинктам. То есть, немного, когда мы вкладываем мысль и выбор, вот, возможно, именно это делает нас, начинает делать нас людьми. Потом надо еще понять, какие правильные выборы. Какие правильные выборы. И также потом мы возвращаемся и надо сказать то, что мы выбираем эти мысли. Мы выбираем, то есть, есть какой-то, у нас иногда возникает какой-то инстинкт. Потом надо понять, что с этим делать, что правильно, что неправильно. в разных совершенно жизненных ситуациях. Конечно же, есть у человека чувства. Это уже следующая страница. Мы чуть-чуть начнем, сейчас затронем следующую лекцию, которая как раз будет говорить о чувствах. В иврите есть слово, которое называется мелах, король. Он состоит из трех букв. Мем, ламед и кав. И наши мудрецы говорят, кто такой король, кто такой царь. Мем – это мох, мозг. Ламед – это лев, это сердце, и кавед – это печень. То есть, вот такая вот иерархия. То, что мозг находится над сердцем. Несмотря на то, что психологи очень-очень любят сейчас как бы возвышать силу чувств и иногда даже ставить чувства человека над его мыслями, но по факту, конечно же, с одной стороны, мысли должны быть над чувствами, так как я дал пример с этой старушкой, то есть, мысли, они всегда являются функцией, то есть, чувства являются функцией наших мыслей. Мы можем менять свои чувства с помощью того, как мы поменяем наше, наше, то, как мы смотрим на ситуацию. То есть, наши чувства и даже, кстати, самые тяжелые чувства, самые, какие-то старые или дальние травмы мы можем изменить тем образом, что мы по-другому на них посмотрим. Я не говорю, что надо врать как-то. Часто это приходит из-за знания, из-за просто информации, то, что мы думали, что мир работает как-то, а вдруг оказалось, что он работает по-другому. Но мысль находится над чувствами. И это просто факт. И тогда мы понимаем, то, что чувство это как пластилин в руке какого-то человека, искусства или ребенка, а по факту это в нашей руке. В руке наших мыслей менять наши какие-то эмоции, которые мы будем думать сейчас или которые были давно. Я знаю, что эта тема возможно вызовет какие-то эмоции у людей, как холодные мысли, как мы подменяем чувства великие. Я не говорю о том, что эти чувства нужно куда-то как говорится забивать или убирать. Наоборот, чувство это как будто бы мотор, как будто бы какой-то двигатель, который двигает нашу систему. И не зря говорится то, что Рахмана либо Барь. Милосердный, Всевышний хочет наше сердце, хочет наши эмоции. Вопрос, как мы эти эмоции, как мы эту энергию направляем. Во что она превращается? А превращается она в негативное или позитивное и ее направление оно делается с помощью наших мыслей, конечно же. И эту энергию надо, конечно же, перерабатывать и знать, как ее правильно, что значит правильно, в нашу пользу, в пользу нашего окружения, как это направлять. Конечно же, большинство из нас не рождаются с этой информацией и часто она не передается ни по наследству, ни в семье, но из-за этого мы учимся. И, во-первых, я думаю, как хорошее завершение этого урока мы должны быть милосердны к самим себе и к нашим решениям, которые были до этого, но нам надо, с другой стороны, взять ответственность и понять то, что, во-первых, все прошлое было, мы были свободны и тогда, и из-за этого мы можем быть свободны сейчас, свободны что думать, что выбирать и никогда не поздно начинать. Всего самого хорошего, всего самого доброго, до скорой встречи. пресса Субтитры сделал DimaTorzok